История элементарных частиц Пока все было хорошо. Частиц было мало, и все они были очень важными. Мы состоим именно из них. Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов, а вокруг летают электроны. Но затем все стало усложняться. В начале у частиц появились античастицы. Потом число элементарных объектов стало расти. Оказалось, что некоторые из них не вполне элементарные. Например, протон и нейтрон состоят из кварков. Частицы могут превращаться друг в друга. Причем некоторые из метаморфоз оказались удивительными, так как нарушали установленные ранее законы. Открылся мир виртуальных частиц, бурлящих в вакууме. Понадобились усилия теоретиков, чтобы описать весь этот зоопарк в рамках элегантной модели. Появилась стандартная модель. В ней 61 частица. Последним стал бозон Хиггса. Сейчас все частицы стандартной модели открыты. В основании стандартной модели лежит мощный теоретический фундамент. Однако ясно, что стандартной модели мало. Теоретики активно работают над ее разнообразными расширениями. Как правило, все такие выходы за пределы стандартной модели приводят к предсказанию новых частиц. И экспериментаторы пытаются ухватить их заборами. Но некоторые поиски важных для теоретиков частиц идут годами или даже десятилетиями. Например, это поиски аксиона и монополы. Но вот чего нет в стандартной модели, так это гравитации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!